10 минут назад Узбекистан пошел по пути Украины, на этот раз Россия ударила первой. Узбекистан в лице его нынешней власти демонстративно и публично бросил русским исторический вызов, в стиле Украины и Прибалтики и, конечно, на радость Западу. Москве придется реагировать, и, наверное, не только на словах. О чем идет речь и почему Ташкент решился на такое именно сейчас? Существует мудрая русская поговорка, которой Россия, впрочем, никогда не следовала в своей политике. Не делай добра, не получишь зла. Ее справедливость блестяще подтвердил президент Узбекистана Шавкат Мерзиев, обвинивший СССР в уничтожении достояния нации и величайших героев, которыми названы реабилитированные узбекской властью, головорезы, басмачи. По его словам, это были неограниченные и корыстные феодалы и их чуть более просвещенные подголоски из среды мусульманского духовенства. А некие интеллектуалы, которые знали по два-три языка, кстати, в Афганистане тоже все знают по нескольку языков. Эти лучшие представители узбекского народа были де способны освободить нашу родину, привести ее к процветанию. Фраза «русские оккупанты» или слово «Россия» по этому случаю пока что произнесены не были. Но, безусловно, они подразумевались, так как освободить Узбекистан можно только от нас. Россия является правоприемником СССР. И эта Россия в XIX веке пришла в Среднюю Азию, избавив ее от вековой отсталости, междоусобицы, принеся с собой современное образование. Науку, инфраструктуру, телефон в Бухаре появился в 1899 году, промышленность, процветающее сельское хозяйство. Развивая обширнейший регион, в основном за свой счет, а не разграбив его, как англичане Индию.